Субтитры делал DimaTorzok Продавать в цифре, как никогда ранее актуальным будет вопрос, где мне все это делать? Есть ли такое место, где я бы мог без лишней суеты и с выгодой для себя на постоянной основе приобрести или продать все, что необходимо? И правильный ответ? Конечно есть. Цифровой маркетплейс для геймеров Diffmark это площадка, где вы без проблем сможете обзавестись игровыми ключами, софтом, геймпоинтами, игровой валютой, картами пополнения на интересующие вас платформы, найти множество предложений, ориентированных на конкретный продукт. И все это с доступностью в пару кликов и без проблем с оплатой картами для пользователей из РФ. Цифровой маркетплейс для геймеров Diffmark – предложение на злобу дня, от которого нельзя отказаться. Регистрируйтесь по ссылке в описании и закрепленном комментарии и не забывайте вводить промокод GOHA. Лишние 10% скидки на самом деле никакие не лишние. Так, ну что, народ, можно сказать, что прям с пылу с жару. Буквально на днях анонсировали новую MMORPG Kingdom Under Fire The Rise и вот уже выкатили трейлер. Ну, в принципе, так и должно быть, на мой взгляд, потому что есть, знаете ли, и обратные примеры, когда вроде что-то анонсировали, а трейлер хер пойми когда вышел. Ну, а здесь все по фэн-шую. И, соответственно, вне зависимости от того, что трейлер всего лишь 0,49 минуты, ну, вы поняли, да, всего лишь 49 секунд, мы, конечно же, будем все это дело обсуждать, все это дело смотреть. А все почему? Да потому что мы всегда держим руку на пульсе и доносим информацию до вас оперативно. Ну, во всяком случае, стараемся. Если вы еще не подписаны на нас, то это самое время исправить, ну, и, в общем-то, будете получать эту информацию, как я уже и сказал, оперативненько. А мы начинаем смотреть трейлер. Так, у нас тут все нормально. Все так, ну, 2К хотя бы нет, 2К хотя бы нету. Субтитры недоступны. По громкости как-нибудь вот так. Погнали! Kingdom Under Fire The Rise. Погрузись в новое приключение. Тук-дук-дук-дук-дук. Ну, графоний какой-то странноватенький, по-моему. О, господи, что за... В последнее время какой-то тренд на петухов пошел, играя с NFT-персонажами. Опачки. Ну, то есть мы понимаем, да, что это у нас уже будет блокчейном ОМОРПГ, так называемый PlayToEarn. И здесь у нас класс. Давайте посмотрим на эти классы, которые можно будет менять и владеть этими классами. Более того, Spellsword какой-то, Берсеркер и Ганслингер. Всего пока, смотрим, 3 классика тут есть. Окей, гоу дальше. Причем самое интересное, что нам их даже передом почему-то не показывают. Торгуй с другими игроками. Так, что у нас тут трейд показывает, да? Ну, типа, да, типа трейд. Поговорить. Участвуй в эпических битвах. Да, по слухам, извиняюсь, эта игра, она как раз-таки прям вот ПВП ориентированная от слова совсем. Не знаю, насколько это будет, конечно же, соответствовать действительности, но пока что имеем, то, в общем-то, вам и сообщаем. Так, ну, типа геймплей, типа геймплей. С точки зрения графония, выглядит это, конечно, ну, так себе, если честно. The Rise, Kingdom Under Fire. И это все? Подождите. Давайте еще геймплейчика глянем. Так, вот у нас классы. Три класса пока. Ну, можно понять, что три класса. Торговля с другими игроками. Участвуй в эпических битвах, баталиях. Так, ну, есть, в общем-то, система блоков какая-то. Понятно, что это, скорее всего, нон-таргет. Да, даже железобетонный это нон-таргет. The Rise, Kingdom Under Fire. Да, это, в общем-то, по вселенной Kinder Under Fire. Kingdom Under Fire, если вы не поняли. И, что ж, я, если честно, мало тоже что понял, в том числе и по этому трейлеру. Но кое-какая информация по игре есть, поэтому давайте мы ее озвучим, а потом я озвучу, что я думаю по этому поводу. Итак, что же нам известно про Kingdom Under Fire The Rise на текущий момент? Откровенно говоря, совсем немного. Действия новой MMORPG будут разворачиваться в мире, вдохновленном средневековой Европой, что, в общем-то, неудивительно, если вы хоть сколько-нибудь знакомы с франшизой Kingdom Under Fire. Что лично меня порадовало, так это PvP-направленность проекта. Судя по имеющейся информации, игра будет в первую очередь ориентирована на PvP, когда за сражение с другими игроками будут давать как штрафы, так и награды. В трейлере мы могли рассмотреть три класса. Spellsworld, Berserker и Gunslinger, между которыми можно будет переключаться, и которыми также можно будет владеть в виде NFT со всеми вытекающими. И под всеми вытекающими я подразумеваю торговлю с другими игроками за реальные деньги, конечно же. Помимо этого можно будет развивать земли, улучшать здания, прокачивать экипировку, и да, вы правильно поняли, тоже продавать всё это в виде NFT. Проскакивала ещё информация про какой-то сезонный прогресс, мол, он прогресс будет сбрасываться в Kingdom Under Fire The Rise в конце каждого сезона, но якобы на NFT собственности это никак не скажется. Если вам так же, как и мне, показалось, что это несколько противоречащее друг другу явление, напишите об этом в комментариях. Ну а теперь, собственно, обещанные мысли. Мы недавно, кстати, выпустили подкаст, который был посвящён RMT, NFT, блокчейн-технологиям. Если не видели, вот вам на него подсказочка, обязательно посмотрите. Там мы касались этого вопроса. Какого вопроса, спросите вы? Всё очень просто. В чём главная проблема всех вот этих NFT, MMORPG, play-to-earn проектов? Всё дело в контенте. В контенте, потому что основная задача, скажем так, всех вот этих вот проектов заключается в том, чтобы привлечь как можно больше внимания людей, и, соответственно, чтобы разработчики на этом смогли заработать. Как правило, берётся какой-нибудь известный тайтл, предположим, уже который с именем, скажем так, который уже особо, может быть, даже и не пользуется популярностью. Где-то там на полочке лежит пыльненькая и покрывается ещё больше этой пылью. И вот его так берут, пыль смахивают, минимально что-то там косметически делают, может быть, какого-нибудь контентика туда добавляют. Но, как правило, даже этим не заморачиваются. И, в общем-то, прикручивают блокчейн-технологию. Всё, готово, берите, пользуйтесь, играйте, зарабатывайте. И, справедливость ради, заработать там можно. То бишь, если вы на старте ворвётесь в такой проект, то месяцев за пару можно, в принципе, поднять кое-какое бабло, иногда даже весьма значимое бабло. Правда, всё это связано с тем, что вам всё же придётся занести денег в эту игру предварительно, чтобы заработать. И вот здесь вся хитрость заключается в том, чтобы не занести слишком много, чтобы за тот краткий промежуток времени, который будет существовать эта игра, вы смогли эти самые деньги отбить. Ну, плюс-минус вот такая вот схемка работает. И если, я подчёркиваю, если вы пришли в проект для того, чтобы только заработать, то всё понятно. В общем-то, никаких проблем, заносите энное количество бабла, тут уже каждый решает сам для себя, сколько, сколько может. И пытаетесь, в общем-то, как-то это бабло перекрыть, выйти в плюс. Короче, ну, в принципе, вы понимаете, это больше какая-то экономическая стратегия, нежели мы пришли поиграть. И вот в этом главное тоже заковыка заключается в том, что все подобного рода игры, они, в принципе, противоречат самому концепту, да, самому главному концепту игры. То есть игра — это что? Игра — это прежде всего фан. А какой может быть фан в игре, куда вы приходите просто для того, чтобы заработать бабла, в которой даже контента, в общем-то, может и не быть как такового, или он есть, но на каком-то совершенно примитивном уровне? Ну, никакого. Только если вы любите зарабатывать деньги таким образом, для вас это безусловнейший плюс, welcome, и, в общем-то, там будут рады таким игрокам. Ну, и справедливость ради их достаточно много. Хотя я бы не сказал, что их много в наших широтах, потому что, как мы выяснили в нашем подкасте недавнешнем, у нас, в общем-то, люди относятся к NFT-проектам как к скаму, откровенному скаму. Есть, конечно же, и исключения из правил, но, как правило, уж извините за тавтологию, эти исключения можно пересчитать по пальцам одной руки. Может быть, даже вы до конца вот этих вот пальцев не дойдете, и проекты закончатся. Потому что, как правило, я уже описывал, не буду повторяться, это просто попытка подзаработать. И вот тут мы подходим к тому моменту, где нам необходимо определиться, а не является ли, в общем-то, вот это вот Kingdom Under Fire, The Rise, попыткой заработать. Потому что, ну, лично, по-моему, по-моему, я ни на чем не настаиваю, вы можете высказать свое мнение в комментариях, выглядит это все прям, ну, типичнейшим образом. У нас есть старый добрый забытый проект, который лежит, пылится на полочке. Мы берем этот проект, делаем... И вуаля! Давайте будем все вместе зарабатывать. Ну, то есть, вообще, ну, фактически, это классический вариант вот этого вот Play to Earn проекта, когда у нас есть известный некогда тайтл, а Kingdom Under Fire, кто бы что ни говорил, это довольно известный тайтл, он все еще на слуху. Но давайте на секундочку вспомним, а что мы знаем о Kingdom Under Fire 2, допустим, о глобальной версии? Ну, мы знаем то, что она закрылась в 2021 году. А почему она закрылась? Ну, потому что, в общем-то, там, по-моему, на серверах, вот прям вот в самые-самые последние вот эти денечки находилось до 14 человек, что-то такое, прям невероятнейший пиковый онлайн. Соответственно, люди это все подзабыли и подзабили на это все. И вот берется такой проект, для чего, опять же? Ну, я думаю, вы все здесь прекрасно понимаете сами. Хотя, опять же, есть исключение из правил, и, ну, может быть, может быть, есть такая вероятность, она ничтожно маленькая, но она все-таки есть, что Kingdom Under Fire The Rise окажется еще одним исключением из правил. Ну, тем более, там PvP есть, а PvP, вы сами понимаете, я очень сильно люблю. Поэтому я топлю за то, чтобы так было, чтобы так стало, но я, если честно, мало в это верю. Выйти кинтом Under Fire The Rise вроде как собирается в 2024 году. По поводу поддерживающейся платформы никакой информации пока не поступало. Но, судя опять же по графонию, наверняка где-нибудь там затесалась и мобильная платформа. Единственное, что меня обнадеживает, это время. Да, если бы игру анонсировали в таком виде, как мы с вами могли наблюдать в трейлере и сообщили, что, мол, релиз на днях, а то и раньше, тут все было бы понятно. Просто очередная попытка срубить по-быстрому денег на еще не совсем забытом тайтле. А так, получается, у разработчиков время есть, и чем черт не шутит, возможно, им действительно удастся сделать что-нибудь достойное. Ну, а мы, как всегда, будем держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем традиционно поставить лайк или дизлайк к этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару, еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok